Валерий Лихобабин Как обычно, все весело, дружно проходит, интересно. Чем дальше, тем интереснее будет, я думаю. Команда Валерия Хайтек только что завершила свой матч. С командой Витязь из Уфы, по-моему. С командой Витязь из Уфы добились уверенной победы со счетом 6-2. Как оцените соперника? Ну, новая команда, дебютант, так же, как и мы. Темные две темные лошадки встретились, играли с листа. Для первой игры нормально, я думаю, пойдет. У меня знаете какой вопрос? Мы с вами встречались уже на футбольном поле в этом сезоне. Вы на фоне даже молодежи порой смотритесь просто атлетом каким-то. В чем секрет такой классной вашей физической готовности, несмотря на при всем уважении к вашим годам и сидит? Я всем говорю, я не знаю, в чем дело. Как идет, идет, как бы. В вашей группе также играют и бразильцы Лига Фут-7. Что-то о них знаете, видели, слышали? Вообще ничего. Так же, как и о четвертой команде, абсолютно ничего не известно. Группа такая попалась, вообще непонятная какая-то. Никто друг друга не знает, даже никаких роликов не смотрели, ни нарезки. Непонятно, что за команда. Ну вот по встречам с бразильцами во время профессиональной карьеры, с игроками, может быть, с командами, что может о них сказать? Ну, так в целом охарактеризовать? Ну, с командами не играл, а встречался персонально там с игроками. Ну, такие в своем роде такие раздолбаи, как бы. У них ежегодный карнавал. Ну, все говорят про технику. Техника, да, но не порожден, конечно. Техничные раздолбаи? Да, техничные раздолбаи, да. Для вашей команды, как вы думаете, какой результат будет успехом? Вы ставите самые высокие цели или будете довольны, ну, скажем, выходом в плей-офф? Ну, для начала мы, как бы, из группы хотим, для начала выйти. А там, конечно, каждая команда хочет добраться до кубка. Что тут с калуковить-то? А после первой победы все-таки кто, на ваш взгляд, более опасный соперник? Бразильцы или... Я даже не знаю, как они сыграли. Играли ли они вообще? Вы уже сыграли, наверное, да? Они сейчас будут играть. После вас, да, вот они там разминаются за нашими спинами. Но я предлагаю Валерию отпустить все-таки. Человек, несмотря на то, что он физически очень крут, но промок, играл под дождем, а ветерок довольно-таки прохладный. Валер, спасибо вам большое. Удачи вам в турнире. Спасибо.